Партнеры программы. Футбольная школа «Спартак Юниор» и союз «Тхэквондо» Бурятии. Всем физкульт-привет! Всем любителям спорта-привет! В эфире ТВ-кома программа про спорт и мы ее ведущие. Анастасия Кронькинова. Олег Тамжиев. В каждой передаче мы рассказываем о достижениях бурятских спортсменов и не только. И вот что вы увидите в программе. Анастасия Байс, чемпионка первенства Европы по тайскому боксу. Кубок России по ловле на мормышку со льда озера Катакель. В рубрике «Продвижение» «Спартанги против бойцов ММА» спортивного клуба «Хара-Маритон». Доброй традицией становится встречать в аэропорту Байкал наших спортсменов, победителей или призеров. И сегодня мы встречаем Анастасию Байс, чемпионку первенства Европы по тайскому боксу, а также ее тренера Аюну Абдулмуслимову. Рейс немного задерживался. Родственники, близкие и спортсмены Федерации тайского бокса с нетерпением ждали нашу чемпионку. 24 марта в Анкаре прошло первенство Европы по тайскому боксу. Среди девушек весовой категории до 34 килограммов Анастасия Байс в финальном поединке с представительницей из Турции одержала досрочную победу во втором раунде. Я закончила бой уверенно, не отдав ей ни единого шанса своей сопернице. Но есть, конечно, ошибки, есть свои нюансы, но мы будем их исправлять в зале, будем работать над ними. Анастасия Байс тренируется в Волгинской спортивной школе у Аюны Абдулмуслимовой. Тренер сборной Бурятии, серебряного призера Кубка мира по тайскому боксу. Для Насти это не первая победа на международной арене. В 2022 году она стала чемпионом первенства мира по тайскому боксу. Она дисциплинированная настолько, что никакая мотивация рядом с дисциплиной с ней вообще не стоит. Мне ее не надо мотивировать, мне ее не надо упрашивать. Она вот дисциплинированная и все. И вот результат. Анастасия из многодетной семьи, третий ребенок из пяти. Родители поддерживают девочку и вкладывают все свои силы в юную чемпионку. Хочу сказать всем неравнодушным, кто нас поддерживал, кто болел за Настену, все, кто помог нам, низкий поклон вам, спасибо большое. В 13 лет достичь таких высот – это хороший наглядный пример для нашего поколения, для подрастающего поколения. Ну и, конечно же, это, можно сказать, пропаганда нашей республики. А отдыхать времени нет. Девушка уже вовсю готовится к новым соревнованиям. Ближайшие старты у Насти – это первенство России, которое пройдет в Выборге. Бороться за кубок половали на мормышку с ольдоозера Катакель приехали лучшие спортсмены со всей России. И каждый из них хотел поймать удачу за хвост. Считаю, что развитие рыболовного спорта в Республике Мирать перспективное, во-первых. И самое главное, что это дело подхвачено ребятами, молодежью, которые, вот вы видите, сколько приехало, 18 регионов России приехало сюда к вам в гости. И все довольны. Это самое главное. Эти соревнования являлись рейтинговыми. Мастера спорта присуждали за первое или второе место в командном зачете, а также за первое, второе, третье место в личном зачете. Спортсмены очень довольны, потому что водоем богатый рыбой. У нас в первом туре женщина поймала 6 килограмм 65 грамм. Это привычный улов. Мужчины поймали, по-моему, там 9 килограмм слишком за три часа. То есть это привычный улов очень большой. Участие в соревнованиях приняла 21 команда из 18 регионов России. Сборная Бурятии состояла из трех мужских команд. Все участники соблюдали принципы честных соревнований. Прессинга как такового не было. Каждый спортсмен делал свою дорогу, свои базы, их раскармливал, работал со своими лунками. Никто по чужим лункам не бегал, не подрезал, не подсекал. В целом очень даже спокойно было, комфортно сидеть и работать. Водоем очень шикарный. Условия рыбалки приблизительно все равны в зонах. Глубина меняется от ближней ленты до глубины от 10 до 30 см по разным торсам зон. Рыбы много, рыба клюет, рыба немножко зависима от погодных условий, как мне показалось. Хотя был я здесь всего лишь 4 дня. 2 тренировочных и 2 дня соревнований. Возможно, этого времени маленько недостаточно, чтобы понимать рыбалку. Вчера в первом туре команда и мы выступили очень хорошо, собрав всего 25 баллов. Шли в лидерах. Сейчас не могу сказать, как будет, потому что чувствую, что в этой зоне рыбалка была не лифтовая. Рыбу приходилось собирать. Посмотрим, как отловились другие мои сокомандники и будем держать кулаки. И, безусловно, кульминацией турнира стало взвешивание улова. Внимание, вес. 5,348. 5 килограмм 348 граммов. Кубок России проходил отдельно среди мужчин и среди женщин. В лично-командном зачете соревновались представители сильного пола. А у прекрасной половины человечества был только личный зачет. В первом туре 5,400, сейчас 4,200. Это что в общей сложности? 9,600. Почти 10 килограмм. Нам очень понравилась рыбалка. Именно по количеству рыбы. Она очень активная, интересная. И размер рыбы, и какие веса были у участниц. Вообще очень интересные у вас водоемы. Мы на Байкале, конечно же, побывали между тренировками. Мы в восторге от вашей местности, и от ваших водоемов, и от вашей рыбки. Это были замечательные соревнования. Нам очень сильно понравилось быть на бурятской земле. Прекрасное озеро, рыбы много. Так она хорошо ловила, клевала. Все было отлично. Организация понравилась, все понравилось. И хотелось бы почаще на таких рыбных водоемах устраивать чемпионаты и Кубки России. Наши спортсменки также приняли участие. В женском Кубке участвует 8 женщин-спортсменок, которые также добились высокого результата для прохождения в участники этого мероприятия. То есть получили звание кандидата в мастера спорта по рыболовному спорту, либо первый разряд. С учетом наших возможностей, природных, прежде всего, возможностей, у нас много озер, много рек, где можно заниматься этим замечательным видом спорта, развивать именно такое спортивное направление по рыбной ловле, в том числе на мормышку со льда. Для этого, конечно, такие мероприятия очень нужны. Соревнования проходили два дня. В первый день участники поймали почти полтонны рыбы. Также был установлен внутритурнирный рекорд. Один из спортсменов за один тур поймал 13,5 килограмм рыбы, при том, что средний вес одной рыбки – 50 грамм. По результатам соревнований в командном зачете победителем стали представители Тюменской области. На втором месте спортсмены из Санкт-Петербурга, на третьем – из Тверской области. А в личном зачете золото завоевал Григорий Калямов, спортсмен из Владимирской области. А в Бурятии появился первый мастер спорта по рыбной ловле – Иван Степанов. По результатам соревнований он занял второе место. Есть доля уголовного парта, а остальное – это труд, терпение, анализ. Поздравляем Ивана Степанова с достижением. И будем надеяться, что в нашей республике появится еще не один мастер спорта по рыбной ловле. Уважаемые организаторы соревнований, участники традиционного турнира по волейболу, посвященного памяти героев Российской Федерации, героев Республики Дагестан, полковника Толбоева, Тагиба Амаровича, для открытия соревнований построены. Для каждого участника соревнований полковник Запаса Доминникова. Вольно. Вольно! Дорогие друзья, а сегодня, 1 апреля, в КСК ЗМК проходит традиционный турнир, посвященный герою России, заслуженному летчику-испытателю Тагибу Амаровичу Толбоеву. Турнир собрал четыре команды ветеранов спорта, ветеранов волейбола. И пусть победит сильнейший. Земля Дагестана воспитала Тагиба Амаровича Толбоева. В 1978 году он окончил высшее военное авиационное училище летчиков. Более 30 лет проработал на Улан-Уденском авиазаводе. Принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолетов и самолетов, а также ракетного вооружения. Да, я был знаком с Тагибом Амаровичем в процессе моей службы, в процессе его службы, работы, встречались. Дальше, потом, после окончания службы мы продолжали общаться, дружить. И вот этот турнир, который сегодня проводится, посвященный памяти его, он при жизни, он всегда организовал турниры такие. И сам, ну, вносил определенные денежные средства, очень любил спорт. Поэтому эти турниры стали традиционно, даже после его смерти, мы ежегодно, ну, там, плюс-минус неделя весной проводим турнир в памяти полковника Толбоева. Тагиб Амарович был человеком, был с большой буквы человеком. Мы с ним дружили, можно его, наверное, не скромно так будет сказано, назвать своим старшим товарищем. Полет на работе с ним всегда встречался, всегда, потому что по судьбе мне пришлось и закончить техническое училище авиационное. И как бы это нас сближало, сближало. Мой брат с ним вместе работал. Очень приятно, потому что Тагиб Амарович – это человек с большой буквы, это личность. Толбоев принимал участие в специальных операциях на Северном Кавказе. Указом президента за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, он был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Волейбольный турнир, посвященный Тагибу Амаровичу Толбоеву, стал традиционным и является спортивным событием, направленным на популяризацию здорового образа жизни. А по итогам соревнований победила команда Совета ветеранов города Улан-Удэ. Всем привет, ребят! Прямо сейчас мы находимся в спортивном клубе «Спарта», где будет проходить веселая эстафета по кроссфиту. И сегодня спартанки, девчонки будут соревноваться с бойцами ММА и спортивного клуба «Хара-Маритон». Жор, привет! Добрый день! Ну что думаешь, девчонки вас сегодня выиграют? Ну, мы будем рубиться, не будем жалеть, идти, не будем поддаваться, будем жестко, жестко бегать, качаться. Мы с тобой сегодня не участвуем, да? Мы чуть-чуть ведущие. Да, конечно, мы сегодня, я в роли журналиста, ты в роли наставника, тремника, да, но, так что будем работать. Но смотрите, ну, чтобы люди знали, нам был сделан очень дерзкий вызов от команды «Спарта». Так что мы не побоялись, не испугались, мы тут, и мы будем выигрывать. Ладно, давай попробуем, но я считаю, что девчонки должны победить. Вася психорасудит, да? Да, победит сильнейший. Поехали! Поехали! Давай, народ, подходим, сразу брифинг сделаем короткий. Главный судья соревнований Василий Лихачев, тренер по кроссфит, разработал для двух команд комплекс упражнений для проверки всех физических качеств. Комплекс состоял из семи этапов. Упражнения на силу и выносливость. Естественно, уровень нагрузок для девушек был снижен. Все, что-то маленько нечестные. В смысле, нечестные девчонки же? Ну, а это не наш диспорт уже. Да нет, конечно, нормально. Тумба на 50 сантиметров получается выше, да? Посмотрите, выше меня. Я метр семьдесят пять у меня рост, она выше меня. Например, мне очень сложно было сейчас через нее. А девчонки зато это делают красиво, эротично, а вы будете быстро. Главное не оборачиваться. Здесь их плюс, они маленько отвлекают. Да, девчонки чуть-чуть отвлекают. Да. Ну ладно, сейчас начнем, дверемся. Да, да, сейчас будем сами, подберемся. Выиграем. Ну все? Ребят настроены. Первый этап был челночный бег с отягощением. Далее отжимания. Мужчины отжимались в стойке на руках, а девушки от пола. Следующий этап был один из сложных – преодоление препятствия. У мужчин высота тумбы была 180 сантиметров, а у девушек – 150. Затем участники приступили к бёрке. Это функциональное упражнение, которое заключается в касании пола всем телом и в перепрыгивании через штангу. Самым лёгким этапом были броски мяча в цель. А далее парная становая тяга в усложненном варианте. Толщина грифа больше обычной, из-за чего удерживать штанг в руках было сложнее. Заключительным этапом стала гребля в тренажёре. Для мужчин на 120 калорий, а у женщин на 90 калорий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В результате девушки, которые систематически занимаются в тренажёрном зале, незначительно уступили бойцам ММА. Что получилось, что не получилось? Просто наживалось всё. Нажимал хобби. В итоге в нашей эстафете сегодня победила команда ММА. Девчонки проиграли, естественно. Ну, а так всё прошло неплохо. Жор, поздравляем, вы победили. Спасибо большое. Ну, на самом деле, ну, еле-еле вот на столичка опередили только. Да, 40 секунд на 40 секунд только больше. Да, конечно. Тут, ну, ребята наши действующие, спортсмены, лидеры Бурятии и девчонок, ну, прямо чуть-чуть-чуть-чуть выиграли. Это, конечно, очень слабо. Наш показатель очень слабый. Ну, вы молодцы. Кроссфит – это нелёгкий виск. Мне это вообще бешено. Ну, я в одно время сам что-то хотел, ходил, пытался, у меня вообще ничего не выходило. Ну, вообще, очень сложно. Я потому нафиг. И по итогу какой-то вызов хочешь сделать? Вот мы долго думали, хотим вызвать этих же девчонок на пейнтбол. 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 Это чисто. Мы сейчас пришли на территорию и хотим их вызвать на пейнтбол. Ну, всё, договорились. Увидимся на пейнтболе. Да, будем воевать. Вот там по-настоящему будем воевать. Давай. На этом всё. С вами были Анастасия Пронкинова, Олетт Намжиев. Любите себя. Занимайтесь спортом. И смотрите ТВ-ком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok